Опытный спортивный врач Александр Маловик Александр Маловик называет этот процесс экспресс-диагностикой состояния опорно-двигательной системы. После осмотра каждого ребенка тренер записывает в журнал полученный результат. Голову наклоняешь. Хорошо. Вставай обратно. Плюс. А плюс это? Плюс это есть. Да. Минус это мы претензий не имеем. Затраты на профилактику нарушения опорно-двигательной системы неизмеримо ниже, чем расходы на их лечение. И даже несмотря на успехи медицины, устранить некоторые проблемы нереально. Если же выявлять их на ранних этапах, то исправить положение можно практически полностью. Не секрет, что бассейн «Дельфин» сегодня это не просто место для плавания, это настоящая кузница спортивных кадров. Достаточно сказать, что именно здесь воспитали чемпиона мира и Олимпийских игр Евгения Рылова. А потому и специалисты здесь работают самого высокого класса. Поскольку центр «Дельфин» не является лечебным учреждением, экспресс-диагностика – это сигнал для родителей обратиться к врачу-ортопеду, который уже поставит окончательный диагноз и назначит медицинскую гимнастику или занятие плаванием. У нас сегодня проходила группа спортивная, также у нас ребята плавают на выездных соревнованиях. Это необходимо проверять состояние здоровья ребенка. На данный момент в этой группе у нас получается из 13 человек 9 плюсов и 4 минуса. На данный момент 9 человек мы будем обсуждать с Александром Сергеевичем и он будет уже давать направление к узким специалистам. Даже среди спортсменов, которые занимаются плаванием несколько лет, статистика нарушений опорно-двигательной системы неутешительная. Что же говорить о рядовых школьниках? Мы планируем сейчас провести диспансеризацию, то есть потихонечку до лета, до конца учебного года, чтобы все сходили, потому что не быстро же, у родителей время немного, чтобы с 1 сентября уже начать вести такие группы, такие занятия здесь в «Дельфине». И надеемся, что опыт будет удачным и это будет полезно не только в масштабах нашего района, но и в масштабах всей страны и в масштабах, в принципе, всего цивилизованного человечества. Подобные программы существовали в СССР, но в постсоветское время были забыты. С учетом развития медицинских технологий, их возрождение, несомненно, окажет положительный эффект на здоровье подрастающего поколения. Максим Козлов, Егор Хлябич, Видное ТВ.